Приветствую вас. Здесь тонкость-тонкость, пожалуй, в том, что работа со страхом не проводится вот в такой форме, которую вы предлагаете. Работа со страхом проводится в форме консультации, в форме беседы, в форме диалога с человеком. Которого страх волнует. Дело в том, что страхом может быть довольно много причин и нет депрессии, как мне кажется. Именно ваш страх не связан никак. Я бы сказал, что ваш страх может быть связан с общей приводностью. Да, когда что-то беспокоит, но мы склонны обесценивать это. Да, и вам требуется объяснение, довод для того, чтобы позволить себе страх. Вот. Либо это некоторая ободренность во внимании, потому что через этот страх вы чувствуете, что, ну, например, нуждается в помощи, там, ну, в большей степени, например, да. Вот. Вы можете обратиться к людям за помощью, вот, в том числе к нам. Вы обращаетесь за помощью, вот. И вы чувствуете себя, вот, достойно того, чтобы обращаться к другим людям. А вот что было бы, если бы этого страха не было бы? Вот. Подумайте об этом. Как бы вы себя чувствовали, если бы не было этого страха, не было бы этой проблемы? Еще один такой достаточно немаловажный момент, как мне думается, заключается в такой своего рода травме. Ну, то есть, вы посмотрели некоторый эпизод, да, находясь в определенном состоянии, ну, в определенном состоянии. Вот. И вас это, ну, условно говоря, стромировало. Вот. И, как мне кажется, идея здесь в том, чтобы вам поразить этот страх. Вы его, как мне кажется, ну, себя загнали глубоко. Вы с ним боретесь, боретесь, как мне кажется. Вот. Вот. А бороться с этим, на мой взгляд, как раз идея далеко не лучшая. Потому что будете, боитесь, вам нужно признаться. признаться, признаться к тому, что вы боитесь, как мне кажется. Вот. А этого вы сейчас, вот, как раз, не делаете. Вот. Ну, то есть, вы не позволяете себе этого, как мне кажется. Вот. И, собственно, это тоже является, достаточно важным фактором, как мне видят, по крайней мере. Вот. И, собственно, примерно в таких направлениях, и я предлагаю вам двигаться в таких направлениях. Я предлагаю вам рассматривать эту ситуацию. То есть, не давать совет, не писать, как вы говорите, сценарий, что вы, кстати, имеете в виду. Я не очень, не очень здесь понял. А именно, работать над тем, чтобы проживать свой страх. Чтобы, чтобы позамечать, что там есть еще. Может быть, это попытка избегания, избегания реального мира. А проще бояться этого персонажа, чем, например, признать наличие реального мира, в котором есть реальные проблемы, в которых вас, может быть, пугают еще больше. Вот. Вариантов здесь, в любом случае, много. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду надеяться на отклик по моему ответу. Это может послужить началом вашей работы над собой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok